Брест на перекрыжевании лесов двух братских народов. Под такой назвой открылась в Генеральном консульстве России в Бресте историко-биографичная выстава на основе документально-биографичного проекта «Именные часы. Фамильное древо Бреста». Князь Федор Касаткин Ростовский, русский ремарк Александр Лебеденко, полярный летчик Илья Мазурук, мостака Полинар и Гарауски. Что объедуло их этих людей? А то, что все они мают самое непосредное дочинение до Бреста. Проект «Имены и часы» по крупицах собрал информацию об десятках выбитных представников самых розных эпох и свердейности, биографии яких такт и иначе связаны с городом над Бугом. Починается экспозиция с особой браставчаном добра знакомой и шануемой святого Афанасия Брестского. Далее музыканты, композиторы, мостаки, литераторы, военные, бизнесмены. Проекты расповедаем множество цикавого. Об концерте Сергея Рахманинова в летнем саде Брест-Литовска, об Александре Гельмерсене, первым директором Брест-Литовского кадетского корпуса, який, оказывается, учился разом с Пушкиным, а потом навучал Лермонтова. Об брестских родичах Александра Бенуа и шмат-шмат иншим, что объеднало историю города над Бугом с русской историей. И об тех, кто унес свою лепту в развитие родного города и добросуседских относинов помеж Белоруссией и Россией. Продолжальник славы своего роду и засновальник династии Михаил Машенский немало зарабил для экономики и социальной сферы города и стал первым на просторах СНД предпринимальником, угонор якого названа улица. Створальники экспозиции отзначают, это только малая частка, сдобытая в выбитных особах, чая биография связана с городом над Бугом. Продолжение следует...